здравствуйте это будет очень сейчас такой быстрый экспресс обзор на самом деле я даже не собирался его делать но на всякий случай для тех людей которые хотели бы приобрести именно этот нож я проведу какое-то сравнение не буду долго тут скажем говорить вот у нас два ножа совершенно идентичные по виду честно сказать я даже не знаю где какой и это у нас знакома же вам рубеж 2 отличный нож который себя просто показал несмотря на то что он такой простой с виду спокойный ровный он себя показал просто великолепно на кухне он себя показал просто обалденно в лесу то есть просто замечательный этот нож по большому счету он вынес мне мозг потому что по скажем формуле цена плюс качество за счет цены он выдал такое качество работы что это один из лучших ножей скажем по этой формуле которые я вообще делал обзоры и делал тесты сейчас на самом деле не об этом ножа речь а вот об этом это у нас кордон 2 то есть вы видите практически то же самое и я сразу скажу что если вы поиском нашли это видео именно заинтересовавшись ножом кордон 2 я вам искренне советую чтобы вы посмотрели все видео с ножом рубеж 2 потому что здесь в принципе сталь стоит аус 8 одинаковая восьмерка на обоих ножах рукоять как вы видите одинаково то есть какая-то эргономика рукояти та же самая будет работа стали та же самая какие-то отличия здесь есть я сейчас о них расскажу но в любом случае если вас интересует именно качество этого ножа как он работает как он будет делать скорее всего я на этот нож отдельных каких-то тестов не буду делать потому что более чем достаточно того что я делал с рубежом эти ножи действительно они братья и здесь как бы я не вижу какого-то смысла именно снова что-то делать но вкратце сейчас я все равно расскажу значит нож приходит вот в таких ножнах ножны очень такие лаконичные спартанские скажем так ножны сделаны качественно но материалы конечно здесь оставляют желать лучшего то есть вот это вот кожа которая такая слегка потертая сзади кожа несмотря на то что видно что это натуральная кожа она больше напоминает дермантин вот такая у нас петля петля честно сказать не самая удобная то здесь не на самый широкий ремень только свободный подвес предусмотрен и сами по себе ножны у нас взяты от ножа который является холодным оружием от ножа кордон и из-за этого то есть вот здесь у кордона идет гарда четко выраженная гарда это место специально пустое оставлено для гарды и так как у хозбет версии нету этой гарды то нож свободно вываливается из ножен к сожалению то есть нужно быть осторожным чтобы нож не потерять значит как я уже сказал сталька у нас здесь стоит аус 8 форма клинка клип point общая длина такая же как у рубежа 265 миллиметров длина клина 138 миллиметров толщина 4 миллиметра обуха ширина клина 26 миллиметров и нож сам по себе очень легкий 158 грамм я могу сказать что на самом деле вот опять же я сразу перехожу в сравнение ножом рубеж 2 я реально рубил там небольшие какие-то вот эти вот ветки которые имитированы у нас деревья то есть но плюс-минус там было наверно сантиметров 5-6 в диаметре точно эта ветка была то есть можно с уверенностью сказать что вот этого вот обуха в 4 миллиметра его более чем достаточно для того чтобы скажем дать какую-то именно силовую нагрузку ножу за . здесь несмотря на такие на такое толстая традиционная кизляровское сведение очень хорошая нож очень хорошо резал по крайней мере рубеж резал я говорю что с учетом того насколько хорошо себя повел рубеж 2 кордон 2 я уверен что он будет точно так же хорошо себе вести при каких-то работах рукояти здесь идентичные рукоять у нас разборная также мы такую рукоять разбирали там абсолютно честный спокойный такой хвостовик притянут винтом винт достаточно такой большой длинный латунная навершия латунный больстер элострон элострон очень хороший рука материал сама по себе рукоять очень эргономичная она как вы видите симметричная с легким таким утолщением великолепно сидит в руке любым хватом молоточный с упором в центр ладони обратный хват нож очень легкий нож мега подвижный очень подвижный нож вообще замечательно мне очень нравится именно если вы не фанат каких-то огромных там ножей супер дупер тактиков если вам нужен просто спокойный рабочий инструмент смело берите если вам не нравится вот такая форма клина больше чем вот такая есть еще третья форма клина она тоже очень симпатичная это нож пограничник там идет по моему спирт спирт поинт а такая более кинжалообразная скажем так вот то есть единственный минус этого материала элострона то что на очень халу в очень холодной воде или при низких температурах действительно низких температурах он твердеет и становится скользким учитывайте пожалуйста если будете работать вот в каких-то таких условиях этим ножом значит нож у нас здесь определен как клиппойнт но на самом деле получается так что вот рубеж это такая классическая щучка и кордон это больше такое не знаю скорее здесь спуск идет какой-то боу и образный у рубежа выше спуски и у кордона спуски также вогнутые где-то на две трети на две трети наверное высоты клинка то есть этот нож он больше как-то я даже не знаю они оба рассчитаны на укол мне кажется что здесь дело вкуса еще такой момент учитывайте что вот рубеж у него видите такая небольшая идет рекурва пускай не сильно но все-таки она есть здесь прямая режущая кромка и у кордона кончик опущен сильнее чем у рубежа по большому счету повторюсь если вы хотите увидеть как этот нож работает то пожалуйста посмотрите все тесты с рубежом я уверен что это будет то на то примерно у нас одинаковый вес сейчас я проверю как я уже сказал кордон 158 грамм и рубеж все-таки потяжелее 170 ну какой-то конечно чувствуется немножечко но какой-то особо сильной разницы нету клин здесь как я уже сказал аус 8 с одной стороны у нас здесь кизляр сделано в россии такая надпись и с другой стороны кордон 2 несмотря на то что на клине восьмерка учитывайте пожалуйста что здесь если вы будете этим ножом работать что здесь есть такие небольшие микро щели между больстером и клином то есть все-таки лучше нож протирать лучше нож лишний раз не купать если у вас есть уверенность в том что скажем так попала вода в рукоять то лучше конечно разобрать эту рукоять очень легко откручиваются все разбирается протереть лишний раз масло добавить и собрать снова лично мне лично мне вот собственно здесь больше и нечего говорить как я уже сказал это будет такой короткий очень обзор лично мне конечно же рубеж нравится больше чем кордон почему потому что здесь мощнее клин здесь клин действительно он пускай немножечко но тяжелее и самое главное почему мне больше рубеж нравится потому что здесь более рабочая геометрия здесь более рабочий обух обух примерно в два раза больше длиннее чем у кордон то есть кордон это уже на такого любителя более пикообразного какого-то ножа но если вы решите взять кордон 2 я практически вам гарантирую что это такой же будет рабочий нож отличный за свои деньги вообще превосходный как и рубеж 2 вот такой вот у нас лаконичный спокойный обзор получился спасибо за внимание и всего доброго